Офицеры, солдаты и прапорщики. Увидели, как они поживают, увидели, как они обитают, и знаем, значит, прохитивы их выздоровления. Самые сложные военные, которые находятся в Киевском военном госпитале, есть отделение нейропилюбии. Значит, это самая сложная госпиталь, самая сложная больная. Все остальное, значит, это очень тяжелое ранение, но оно имеет процесс лечения, обеспеченный всеми лекарствами, медикаментами, находится под жестким контролем медиков и реализует программу перспективы их выздоровления. После оздоровления или выздоровления они получают месяц отпуска, и все, с которыми я лично встречался, 99% готовы завтра поступить на защиту рубежей нашей родной Украины. То есть никто не сказал, что мне это надоело, никто не сказал, что это очень сложно. Все сказали, мы будем защищать нашу родину. Таким образом, с каждым встретились, всем помогли, то, что народ создал, то, что народ дал. Всех поддержали, и мы чувствуем, что боевой дух очень высок, велик. Чем еще, кроме этого, помогли? Я сказал, что один из офицеров боев-десантик попросил, значит, возможность получения места, 10 соток земли, готовить с дома Николаевской в городе Николаевске. Это было в субботу, в пятницу мы были. Сегодня еще не пятница, а завтра уже по предварительным данным, по комиссиям, которые работают в отделении земли, из комиссии, которая этим занимается, этот год будет вынесен на сессии городского совета. И, по моему мнению, эта комиссия, которая работает, по просьбе военного комиссара, по просьбе главы администрации и областной рады, мы будем надеяться, что сессия вынесет правильное решение. Таким образом, он надеялся, что он выйдет из больницы. Продолжение следует...